Вы знаете, что такое собака? Для егеря это не просто помощник, а верный друг, который придет на помощь в любую минуту. Специально для этой цели егерь Дмитрий хотел завести собаку. Когда Дмитрий принес домой маленького щенка, вся семья была в восторге и умилении от этого пушистого комочка. Но мужчина не хотел растить из него разбалованную квартирную игрушку, поэтому для Бима, так назвали собаку, место было в сарае, ему было тепло и комфортно, а также он мог изучать новые запахи и звуки, иногда доносящиеся со стороны леса. Все знают, что волки воспитывают своих детенышей парами, но крупная серая волчица осталась без своей половинки, ее верный спутник угодил в медвежью ловушку, и теперь ей самой приходилось заботиться о потомстве. Каково же было ее отчаяние, когда, однажды вернувшись с охоты, она не обнаружила своих волчат. Она понимала, что щенки ее пропали навсегда, но материнское сердце отказывалось это принимать. Каждую ночь тайгу оглушал ее вой, полный печали и отчаяния. Дмитрий уже приучал щенка некоторым командам, учил его слушаться и понимать своего хозяина. Егерь часто смеялся над неуклюжими повадками будущего помощника, но старался не баловать его и держал в строгости. Этой ночью луна не давала покоя осиротевшей волчице. Она металась из угла в угол в своем логове, не находя себе места. Образ ее пропавших волчат сводил с ума. И тут волчица решилась. Она отправилась к людям. Решила ли она, что именно люди виноваты в пропаже ее потомства, или это был просто инстинкт, мы никогда не узнаем. Волчица ловко перескочила через забор. Еще издали она учуяла козий запах. И сегодня она намерена поживиться свежим мясом. Она осторожно вошла в сарай, ее нос уже давно рассказал ей, что тут есть чем поживиться. Волчица уже готова была одним броском вцепиться в горло козленка и скрыться вместе с ним. Но в этот момент она услышала за своей спиной тоненький рев. Она обернулась и увидела щенка. Он был серой, почти как ее волчата, с такими же глазками, и задорно виляющим хвостиком. Сердце матери заныло с новой силой. Кажется, она сразу все для себя решила и, бросившись к щенку, исчезла с ним во мраке ночи. Утром Дмитрий был в шоке. Вокруг сарая он сразу же обнаружил волчьи следы. Вбежав в помещение, он увидел, что все козы целы и невредимы. И вот почти успокоившись, он позвал своего маленького друга. «Бим!» – кричал мужчина, но в ответ была только тишина. Кажется, старая волчица снова обрела смысл жизни. Щенок, которого она принесла от людей, стал ее новым сыном. Она заботилась и оберегала его, принося ему каждую ночь еду. А он беззаботно играл с другими волчатами из их стаи. Но правда взрослые волки так и не приняли его за своего, постоянно рыча на него и демонстрируя свои зубы. Тогда волчица приходилось заступаться за найденыша, кидаясь на обидчиков. Сородичи старались не связываться с ней, как будто понимая ее горе. Щенок быстро рос, становясь большим красивым псом. Но волки по-прежнему отказывались принимать его в свою стаю. И старая волчица все сложнее становилась отстаивать его перед волками. Да и сам он частенько убегал туда, где живут люди, как будто память его сохранила те моменты, когда он еще жил с ними, а может это гены манили его назад. Мать волчица, как будто осознавая это, такой же лунной ночью решилась отвезти своего приемыша обратно. Он послушно семенил за своей мамой, но когда они зашли в деревню, в памяти животного начали всплывать картинки из далекого детства. Эти запахи казались ему очень знакомыми, собачий лай не казался чужим и враждебным. А когда они подошли к тому самому сараю, у Бима непроизвольно вырвалось жалобное урчание. Он вспомнил руки хозяина, его запах добрый, но строгий голос. Он все вспомнил. Сердце собаки забилось от волнения, но мама, которая заботилась о нем целый год, почему-то не захотела остаться вместе с ним, а обернувшись, чтобы в последний раз взглянуть на своего щенка, поспешила обратно в свой лес. Бим не знал, что ему делать, то ли последовать вслед за матерью и никогда больше не возвращаться сюда, то ли остаться здесь с людьми. Он смотрел вслед удаляющейся волчицы и уже готов был сорваться за нею, но тут в доме вдруг вспыхнул свет. Хозяин открыл дверь, накинув на плечи куртку, выглянул. Кто тут? Прозвучал знакомый голос, и пес не в силах больше себя сдерживать, заливисто залаял. Долго Дмитрий и его семья обнимали своего пропавшего пса. Теперь он стал совсем большой, почти взрослый. Трудно было узнать в нем тот самый неуклюжий комочек шерсти, и только глаза остались такими же задорными и озорными, хотя что-то явно изменилось в них. Прошел еще год с тех пор, как Бим вернулся домой. Где все это время он пропадал, никто не знал. Хотя, глядя на поведение своего питомца и помня, что в ночь его исчезновения были обнаружены волчьи следы. Дмитрий догадывался, но поверить было в это очень сложно. Как-то Дмитрий со своим другом припозднились с обходами, и из леса они выходили, когда начало темнеть. Так было уже не раз, но почему-то сегодня Бим вел себя беспокойно, постоянно оглядывался, иногда даже срывался в войну и егерь обрывал его, прикрикивая на странного пса. Но вскоре он понял, в чем была причина такого необычного поведения. Путь им преградила целая стая голодных волков. Звери обошли их кругом. Вот почему Бим постоянно оглядывался и озирался по сторонам, подумал егерь. Но почему же он не рычал и не лаял? Егерь скинул с плеча карабин и, передернув затвор, выстрелил в воздух. Но волки даже не думали отступать, сжимая свое кольцо. Дмитрий поспешно перезарядил оружие, направив его уже на ближайшего волка. Но он понимал, если вся стая кинется разом, их не спасет даже ружье. Бим выскочил перед своим хозяином, мешанно лая и скали зубы. Его шерсть на загривке стала дыбом, а глаза налились яростью. Он был готов принять этот неравный бой, чтобы закрыть собой хозяина, но в этот момент к нему подошла волчица. И Бим почему-то сразу успокоился и завилял хвостом, принявшись ее обнюхивать. Это было похоже на встречу старых друзей или, может быть, матери и сына. Дмитрий мог бы поклясться, что он отчетливо видел слезы на глазах волчицы. Волки все еще не отходили от попавших в ловушку товарищей, но волчица встала рядом со своим приемным сыном и, оскалив клыки, и продемонстрировала, что будет биться за него до последнего вздоха. Тогда вожак пристально посмотрел на волчицу и молча повернул стаю в лес. Волчица все еще продолжала обнюхивать Бима и тереться об него своей мордой. Дмитрий все понял, перед ним стояла та, которая пробралась в его сарай и украла щенка. Зачем она это сделала, навсегда останется тайной для человека, но тайны, где все это время пропадал его пес, больше не существовало. Волчица, словно прощаясь, еще раз прижалась мордой к своему приемышу и скрылась в лесной глуши. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Дорогие зрители, если вам понравилось видео, то ставьте лайк, и подписывайтесь на наш канал. Дорогие зрители, если вам понравилось видео, то ставьте лайк, и подписывайтесь на наш канал.